Кровь и вино Получилось, что я забросил прохождение основного сюжетного квеста Ведьмака, да и в принципе квеста дополнения, и вот только вместе с вами недавно его закончил. Так же, как и прохождение первого сюжетного дополнения Каменные Сердца. За кадром, между окончанием Каменных Сердец я еще раз завершил основной квест Ведьмака, который откатывал. Для того, чтобы убить Родовида, я его убил, и мне понравилась концовка, понравилась она мне чуть больше, чем при живом Родовиде. Но у нас также в итоге было два Ведьмака. И вот, буквально сегодня вышло это дополнение. Уж не знаю, сколько времени я на него потрачу, прежде чем выложить. Я опять-таки не знаю, буду, не буду делать полное прохождение или сделаю только первый взгляд. Но мы сейчас посмотрим. По крайней мере, сегодня я планирую часа три поиграть и уже от этого делать какие-то выводы. Итак, что у нас есть? Во-первых, у нас переработанный интерфейс. Как мне кажется, люди, которые создали The Witcher 3, очень любят переделывать интерфейс в каждом из своих дополнений. И как бы ты по-новому воспринимаешь всю игру, и вот они его переделали. Я его уже успел немножко изучить. Во-первых, они переделали все вкладки, всех умений, все по возможности. Просто выглядит по-другому. Не знаю, лучше, хуже. Просто выглядит по-другому, как альтернатива. Возможно, они в итоге смогут сделать это как-то настраиваемым или еще как-то. Прокачка у нас такая, которую мы с вами делали на последнем видео по Ведьмаку 3. Если кому интересно, можете посмотреть. Там мы разбираем билды. Окно медитации теперь выглядит вот так вот. Бестии, в принципе, остаются без изменений. Просто чуть-чуть изменили оформление. Алхимия тоже самое. Это обучение вообще. Персонажи тоже самое. Вот, добавили книги. То есть все книги, которые мы с вами читаем, книги для задания, возможно, можно как-то прочитать. И это нам что-то будет давать, они не будут отображаться в инвентаре. Сейчас мы это с вами проверим. Вот так вот теперь выглядит окно с ремеслом, с тем, что мы можем создать. Из того, что мне понравилось, то, что у нас появился иконка, значок, отображающий уровень. Это очень удобно, например, когда вы ищете, какой бы доспех себе можно сделать, не относящийся к сетовым названиям, которых вы прекрасно знаете. А вот, например, вот 36 уровень. То есть я доспех плащу розу могу носить, и он, возможно, будет даже лучше был бы моего 39 уровня на какой-то период. Но для того, чтобы его найти, мне надо было его найти, это было не очень просто. Вот здесь, вот видите, есть 34-й наши доспехи мастера. Вот, 38-й эфирский доспех. У нас он есть, мы его смотрели. Нам бы вот какой-нибудь 39-й, 40-й, но, к сожалению, ничего такого нет. Но, по крайней мере, смотреть это стало гораздо удобнее. Я думаю, вам это тоже понравилось. Алхимия, в принципе, без изменений. Единственное, что меня бесит, это вот постоянно вот эта вот хрень, которая что-то от меня требует. Не знаю, почему она постоянно выскакивает. А также переделали, вот что сильно переделали, так это инвентарь. Они объединили его. То есть помимо того, что они поменяли местами эти иконки, они его еще объединили. То есть вот вещи для ремесла, вещи для алхимии. Хотя, я не знаю, наверное, многие из них должны как-то перекликаться или нет. Не факт, не знаю, неважно, короче. Так, алхимический инвент для создания разных предметов. Нет, они не пересекаются, в общем, так сделали. Но, здесь тоже вещи для заданий, всякие прочие вещи. Прочие вещи не очень интересны. Еда, платва. Как я понимаю, от платвы у нас будет, например, вот эти штуки. Раньше они отображались у нас в броне. Очень удобно, что сделали такое разделение. Но больше всего мне понравилось вот это. Масла, эликсиры и бомбы. Если бы они еще изменили отвары и эликсиры между собой отдельно, да, то есть отдельно отвары, отдельно эликсиры, просто бы цены им не было. А еще они изменили внешний вид отваров. То есть видите, как они теперь выглядят. Бутылочки, баночки, это все отвары. Вот если с таким значком вот в виде черепа, отражающим токсичность, интоксикацию, оно выглядит теперь так. Так, тут еще вроде бы мне давало обучение, что можно как-то сделать предварительный просмотр. Но не знаю, маска нет. Давайте все-таки снимем очки. Это, эм, а вот они здесь вот. Эликсир, еда, здесь все то же самое, бомбы, все то же самое. Очки мы сняли, Гавокар нам дали за выполнение финального квеста. У него, кстати, урон выше, чем мой меч, но менять я его не буду. Пока останемся вот так вот, как есть. И все. У нас добавилось новое задание. Посольство из Винного края. И мы отправляемся по нему. Для этого нам надо отправиться... Так, Эрор, Орхин, Новиград. А в Новиграде нам нужно подойти к любой, как я понимаю, большой доске с заданиями. Значит, в них мы и отправимся. На текущий момент это финальное дополнение по Ведьмаку Третьему, Дикая Охота. Я уверен, разработчики постарались выжать максимум у себя и сделать это дополнение самым-самым-самым-самым. Обменяю ковры на еду. Скорняк ищет работу, плиту из прутев, хворост для топки. Делаю продвигашки. Ну и, конечно же, самое важное это вот это. Воззвание Геральту из Ривии, Гербомост. Геральт из Ривии, волею милостливо нами правящей достопочтимой княгини Анны Генриеты. Прибыли мы в Средние Королевства, дабы представить себе наше посольство. В княжестве Туссент появилось чудовище страшное, бестие называемое, кое свершило множество ужасных преступлений против подданных. Достопочтимая княгиня, лишь славивший среди... Славнейший... Ммм, лишь славнейший среди виденков может спокойно уничтожить бестию. А потом просим тебя смиренно, дабы соизволят, явиться в деревню Гебри, где ожидаем мы тебя полны надежды, что соизволишь ты нас выслушать и возвёшь, вырвешь... Почизну нашу из когтей страха. Что? Подождите. Ну я понял, нам дают задание на убийство. А потом нас просят вырвать их отчизну из когтей страха. Ну, почему бы и нет? Не отказываться же. Так, почитать. Ну давайте почитаем. Воспользуется я, да, что при связи между непрочитанными дними и свитками в голосарии. Окей. Так, ну это мы с вами уже только что прочитали. Отличное задание принято. И я думаю, мы также воспользуемся прочитанных переноситов в голосарии. Спасибо. Хотя не уверен. Давайте не будем пользоваться сейчас быстрым перемещением. Я не могу сказать, что это прям очень уж далеко. А, кстати, поселение Каменщиков. Мы там когда-то даже были. В принципе, ехать не очень долго. Давайте. Ой, вызовем нашу платвичку. Платва. Как давно я тебя не видел. И быстренько преодолением это расстояние на скорости ветра. Я думаю, многие из вас уже прошли либо сами, либо на ютубе, либо еще где-то как-то дополнение Каменные Сердца. Поэтому знайте, что оно вышло очень и очень неплохим. Очень и очень атмосферным. И вообще вызывает только какие-то положительные эмоции. Даже его продолжительность, она достаточная для того, чтобы полностью насладиться этой игрой. И вспомнить, что такое Ведьмак. Ну, для кого-то вспомнить, кто давным-давно прошел уже основную сюжетную линию. Но мне вспоминать ничего не пришлось, потому что я буквально за несколько дней, за один день до того, как закончил... Точнее, после того, как закончил основную сюжетную линию, как раз и занялся прохождением Каменные Сердца. Единственное, что мне не понравилось, так это... Ну, это единство уровня, я даже на тебя время троить не буду. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что... Были в трейлере Каменных Сердец спойлеры. Я когда готовил самую первую серию по Каменным Сердцам, я еще многого не знал в плане сюжета. И когда готовил серию, мне пришлось... Там... Новая отметка Мурспародеров. Странно, я вроде бы его когда-то вырезал. Надеюсь, они сейчас не будут говорить мне, геральцы, зайти по слошади. Мы тебя убьем. Или будут. Даже как-то это было прикольно. Я почти сороковой уровень. Почему они сами с ними не воюют? Ой, да ладно, я думаю, вы справитесь с одичалами, что с собаками первого уровня уж. Не стоит мне вам помогать. Насчет... Дополнения. Единственное, вот трейлеры мне не понравились, потому что там было очень много таких вот спойлерочков. Согласитесь, гораздо приятнее было бы встретиться с бароном фон Эвериком еще до того, как ты по трейлеру узнал, что это бессмертная сволочь. И даже отрубание головы ему ничего не поможет. Потому что на тот момент я уже посмотрел трейлеры. Это было, ну скажем так, заспойлерено. Поэтому я опять не смотрел ни один трейлер кровь и вино. Вот сейчас это чисто слепо. Единственное, что я знаю, это то, что мы вроде бы как появимся в абсолютно новой локации. То, что нас ждет вроде бы как мирное королевство. Хотя на самом деле там все гораздо-гораздо хуже. Знаю, что это дополнение на... Примерно часов на 20. Уходите, господа рыцари. Ну-ка, что там? А вот и пошел сюжет. Нам помощь ни к чему. Ну да. Не бойся, добрый человек. Расправа наша будет скорой. И эти проходимцы... Какие доспехи. У-у-у, прикольно. Гляди-ка, Мильтон. Мильтон? Мильтон, ты ли это? Я Ролит. Собственной персоной. Здравствуй, ведьмак. Идем. Поприветствуем старого знакомого, как полагается. Старого? А вы не страшитесь. Ибо скоро настанет конец главенству бесправия. Я думаю, да, оставьте вы нас в покойную уже. Мы тут хотим... Просто жить. Не, доспехи у них, конечно, просто... Моё почтение. Я видел сообщение на доске объявлений. Видишь, Пальмирин? Я был прав. Достаточно было пройти по следам убийцы Грифона из Белого Сада. И вот, в конце концов, мы отыскали Геральта. Так. Мильтон де Пейрак Тейран и Пальмирин де Ланфаль. Рад видеть вас через столько лет. Уверяю, радость твоя взаима. Боже мой, а где мы их сидели? Даже не знаю. Надо погуглить. Когда мы оповестили старосту, что возьмём деревню под свою опеку, он предоставил нам это место для постоя. И уверял, что это лучшее жилище в деревне. Опять ввязались в авантюру. Мы открыли, что с тех пор, как Риданский гарнизон оставил эти места, местных крестьян терзает множество несчастья, из которых наибольшее это тирания бандитов. Вскоре разбойники прибудут в деревню, дабы собрать дань. И мы с Мильтоном намерены оказать им приём. Ну мы вам, конечно же, поможем. Да расслабься, конечно же, мы тебе поможем. Может быть, мы сами пойдём в их логое? Избавимся от бандитов, вместо них придут другие ещё хуже. Я помогу вам с разбойниками. Геральт у нас многое насмотрелся. И чуть цирь не потерял, поэтому... Нет смысла бить бандитов. Вы их убьёте, и их место тут же займут другие. Возможно, ещё хуже. Не годится проходить равнодушно мимо зла. Да. Вы же не останетесь здесь навсегда, и защищать крестьян от каждой новой опасности не станете. Если местные хотят, чтобы вы оставили бандитов в покое, у них, наверное, есть свои причины. Ты хочешь сказать, что раз оказав им помощь, мы взяли бы на себя ответственность за их судьбу? Такого времени мы принять не сможем. Геральт прав. Мы не знаем ни этого края, ни местных людей, ни их обычаев. Кроме того, на нас возложена важнейшая миссия. А мы многое повидали уже давно. Да, скорее бы вернуться в Туссент. Там всё гораздо проще. Вернёмся. И очень скоро. Но сперва представим Геральту наше послание согласно обычаю. Крестьяне справятся. Они имеют дело с бандитами уже многие годы. Сомнительное утешение, когда речь идёт о принципе. Да вот чисто ради себя они это делают. Понятно. Я на самом деле стал беспокоиться, правильно ли ответ я выбрал. Ну, чисто для себя. Но можно, конечно, побить бандитов. Мы это много раз уже делали, но толка больше никакого. Всегда возвращаются новые. И может быть ещё хуже. Если нас не попросят об этом сами крестьяне, мы помогать не будем. Ну, вроде мы и так всегда поступали. Ну, говорите, что вас привело. Мы должны передать тебе всё послание от её сиятельства княгини. Ибо традиция... Ибо традиция в Тусенте это святое. Ясно. Откуда они? Я их не помню. Благодетельный Геральт. Усмиритель всяческой нечисти и чудовища. Кой на погибель безоружным по свету рыщет. Никогда ещё не слыхали, чтобы отказал ты невинным своей помощи, обдовам и сиротам спасения не дал. Прибудь же на наше воззвание. Вот это пафос. Спаси нас от вести, коя кровь проливает на улицах, равно страх сея в сердцах состоятельных и убогих. Молит тебя о помощи многомилостивая покровительница несчастного города. Её сиятельство княгиня Анна Генриетта. Анна Генриетта. Ответишь ли ты на зов? Анна Генриетта, правда, именно так и сказала? Да. Вообще-то она сказала привезти мне ведьмака и быстро. Одна нога здесь, другая там. Только чтобы в этот раз приехал один. Остальное добавил княжеский цеременмейстер. Ну, сам знаешь. Да я не помню. Да, я помню. Да блин, я не помню. Подобавлю, что ты можешь ожидать щедрой оплаты, но вознаграждению уже сам разговаривай с её сиятельством. Ещё никто и никогда так горячо и так учтиво не убеждал меня принять заказ. И раз с официальной частью покончено, расскажите-ка об этой бестии. Все задания Геральта начинаются с заказа на бестии. Хоть никто и никогда его как следует не видел. Находили только тела людей, умершлённых страшным образом. У нас есть рисунки, сделанные со слов людей, которые якобы видели бестию, но все различаются. По-моему, все свидетели лгут. Ну, давайте посмотрим. Может быть... А сколько чудовища убило человека? Двоих. Едва её сиятельство узнало о второй жертве, она отправила нас за тобой. Слендер! А чё там ещё не увидится? Бестия неуловима. Говорят, она владеет чёрной магией. Убитые были людьми благородного происхождения. Облизится большой турнир. Вон та хрень на заднем фоне похожа на мать-отец, сын из Дарк Соулса первого. Так, бестия владеет чёрной магией? А откуда мысль, что бестия владеет чёрной магией? Первая жертва пропала из-за стола, накрытого к вечеру. Сотрапезники были заняты беседой, и только через минуту кто-то обратил внимание на открытое окно. Вскоре на улице раздались крики, поскольку обнаружили труп. Другим убитым была похожая история. Он сидел, заперевшись в комнате. По дому сновали слуги. Имея не охраняла стража, но бестия выволокла его как-то на городской рынок и там убила. Всего двое, его благородное. Я ничего не видел. Наверное, очень благородное. А второй, который был заперт. Мы не боимся таких созданий, от которых защищают меч и панцирь. А бестии же ничего не известно, кроме того, что она неуловима и убивает без труда и без видимой пищи. Блин, доспехи, конечно, классные. Просто второе, такое ощущение, что он прятался от кого-то. Ну, с такой охраной. На эту бестию уже охотились? Странствующие рыцари, например. Хм. Пробовали подманить чудовища, но ничего хорошего из этого не вышло. Бестия ловкая, умная. Избегает засад, нападает внезапно. Она как призрак. Может кто-то может оборачиваться. Нам нужен был следопыт и знаток чудовищ. Одним словом, ты. Самый знаменитый из ведьмаков. Вы упоминали о турнире. Почему княгиня его не отменила? Уже поздно, все гости прибыли. На арену выйдет цвет рыцарства всех земель. Среди них родня императора. Понятно. Чести достоинства. Представлять угрозу не только для подданных ее светлости. А если погибнет и наземный аристократ, будет скандал или дипломатический инцидент. Опять Геральта в политику тащат. Я подумаю, принять ли заказ. Так, а что значит я подумаю? Конечно же ты согласен, Геральт. А, вот вспоминаю я все заказы, которые получил от коронованных особ и что-то не припомню, чтобы после них у меня была хорошая жизнь. Надеюсь, ты не собираешься отказаться? Нет, просто воспоминания нахлынули. Княгиня, как я помню, довольно требовательна. Я не помню. То есть ты принимаешь заказ? Великолепно! Нужно отправляться как можно скорее. Мы долго разыскивали тебя по большакам, а время не ждет. Я готов отправляться. Да, хоть сейчас. А, значит, в ту сент. Уже? Сразу? В ту сент. Прям так? Ну, в ту сент так, в ту сент. доспехи на лошадку в них прикольные. Под водой можно найти редкие травы, спрятанные из затонувшей сокровища. Я еще знаю, что в этом дополнении можно красить доспехи. я правда не знаю, как это будет выглядеть. Представь. Хотя, наверное, если было бы прикольно, я бы, наверное, доспехи змеи покрасил в зеленый. Я понимаю, что это как это будет странновато выглядеть, но зеленый, это же цвет змеи. Доспехи змеи зеленый цвет. Идеально. Ну, как всегда, разработчики Ведьмака не... Ну, явно у них сценаристы одни и те же, идет постепенная раскачка, то есть нас не сразу бросают вам с головой каких-нибудь в коловздутиях, когда ты просто не знаешь, что здесь происходит. Нас постепенно погружают в историю. Конечно же, любое приключение Ведьмака начинается с того, что ему приходится взять заказ на что-то или кого-то. Удивительно то, что, правда, эти что-то и кого-то до сих пор не все изучены и постоянно ходится кто-то новый. Ну, или как минимум кто-то именой. Явно здесь будет что-то необычное. Кстати, кто такой Гюнтурадим тоже непонятно до сих пор. Кстати, я там сделал хорошую концовку. У меня есть алибарда. Ой, меч Ольгерта. Ну, или... Блин, Геральт, когда ты был в Тусенте? Я не помню. Скажите мне, это вторая часть или первая? Вообще не знаю. Осмотрись при случае. сам во всем убедишься. Видимо, к дикой охоте. По мне, Баклер всегда был такой сказком. Кровь и веном. Может быть, это из книг? Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься. И в том, клянусь, уже что-то происходит. Это что такое? Беру свои слова обратно. Неактивное начало, вдруг стало очень активным. Что это загромило? Почему в нем есть еще что-то? Ну, Геральт, покажи мастер-класс. Бедная лошадка. Рыцарь, беги. Рыцарь, беги. Что это у него? Это даже не булава, это какой-то журнава. Что делать? Голиаф. Так, отлично. Во-во-во-во. Нет, нет, не вздумал. Ва-во-во-во. Чувак, ты, конечно, спасибо. Так. Ну, неплохо ему дамажит, конечно. Не-не-не-не-не-не-не. Мне кажется, кто-то умер. Во-во-во-во. Неплохо мы его подожгли. Все. Покурать не махай от своей штуковины. В нем что-то торчит. Тут его, наверное, вывел из себя. Питаться на великана в одиночку не слишком рассудительна. Так ведь и любовь не знает рассудка, ведьмак. Ну, Гильям, какой же даме ты поклялся, что убьешь для нее чудовище, а? Прекраснейший из всех. Ну, как обычно. не хочет называть имени, так пускай не говорит. Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря, но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку. Этот трофей полагается вам. Чисто такой смазливый, чисто вот края рыцарей такой, знаете, как слащавые средневековье. Прикольно, мне нравится. Странно. Великаны обычно избегают населенных мест. Это не простой великан, а прославленный Голиаф. Говорят, некогда он был рыцарем, но нарушил свои обеты, и за это владычица озера обратила его в дикого гиганта и изгнала на гору Горгону. То есть, он спустился с гор. Пару раз в год голод выгонял его в долину. Голиаф убил множество пастухов, так что Гильом сражался с благой целью. Ну, что же мы вот так стоим и болтаем в чистом поле? Я принимаю трофей, почему нет? Может, кто-то за него заплатит. А ты неплохо сражался с великаном. Ты уже дрался с чудовищами? Нет. В Тусэнте мы сражаемся в основном с разбойниками, но я присигнул, что принесу даме моего сердца голову монстра по образцу славного Готфрида, укротителя великана. Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание. А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает, она напала снова. Ну да, пока нас не было. В излучине рядом с Куралиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. И все затаптывает. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гелева. И я сопровожу вас к княгине. Договорились. Но мне кажется не все так просто с этим великаном. Интересно, что будет давать бонус от этого трофея. Нам тут в обязательном задании дали его собрать. Может что-то прикольное новое. Аж не знаю. Ну. Большой красный мутаген вот прям так сразу. Далее магический предмет. Ну, по обычаю подбираем пока поначалу вообще все, что можно. Серебряный меч, пробитие доспеха, дополнительный урон практического удара и шанс критического удара. Ну, почему нет? Давайте поносим всякую такую штуку. По-моему, здесь у нас платва идет. Допытный опыт за смертельный удар по чудовищу. Ну, не знаю. Не, зачем нам. А, мы же еще даже были без... Я думаю, что мы не так крутые, как обычно? У нас же еще не использованы наши отвары. Ну, раз мы тут пока, давайте кое-что посмотрим. Я думаю, вы меня не сильно поторопите. Если я тут буквально парочку минут осмотрюсь, может быть, что-то поподбираю. Искусственные зубы? В смысле, деревянные? Бутылочные пробки? Что? Бутылочные пробки? Подождите, залатанный жилет? Это... Это... Это что? Это... Это где-то где может быть вообще? А, вот здесь вот мусор. Ну, знаете, раньше я нигде не видел залатанных жилетов. И вот здесь вроде бы какой-то домик. Давайте закрыто, к сожалению, войти не можем. Переступень. Закрыто. Да там тоже уже ничего нету. Ладно, раз нас так отправляют, блин, вот была мельница и нет мельницы. Но это было довольно активненько с самого начала. Ладно, кто там ты у нас? Мильтон. Мильтоном. Двинули. Понял. Мутации игра с мистерское снаряжение ведьмачьих школ. Дополнение кровь и вино вы сможете подвергнуть ведьмака дополнительным мутациям и таким образом открыть перед ним новые возможности. Скоро встретитесь посыльным, который передаст вам очень интересное письмо. Прочтите его и займитесь с историей профессора Мора, чтобы больше узнать о мутациях. Ух ты. Кроме того, как говорят тусенти, можно встретить мастера кузнечных дел, которые создают великолепные успехи и оружие, собранные в комплект и в творении дадут вам дополнительные бонусы. Не пожалеете, что взялись за эти задания. Ну, система, понятно, такая же, как в дополнении каменные сердца. То есть, у нас есть основное задание большое, наверное, будет. Но, опять-таки, это все пока предположение, как оно будет выглядеть. Я не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи. Особенно, когда вы говорите то цветисто, то обычно. Мы странствующие рыцари на службе досточтимой княгини. Посему, когда мы выступаем от ее имени, мы связаны традицией. Нет никому. Должно быть, уже забрали тело. Осмотримся, не пропустили ли ничего. Не будешь против тебя тут обдираю? О, следы. Вот, помимо основного здания, есть дополнительные, связанные с новым, с новыми геймплейными элементами, типа, например, цветных доспехов, сетовые вещи, а также гроссмейстерские сеты снаряжения. И, как вот, мы уже узнали мутации. А есть куча всяких дополнительных мелких заданий, просто для того, чтобы прокачаться и что-то получить. подкованные сапоги, много следов. Княжеская стража. Пойдем посмотрим, куда они пошли. А ты что, присел? Тоже, типа, следы увидел. Вдоль линии берега. Может, река выбросила тело на берег? Я слышу утопцев. Ты что, побежал сражаться уже? О, дурак. Фаршивец. Так. А вы какие-то сильные, кажется. Нифига себе, они взрываются. Офигеть. Не могу это, как тебе взрывающийся. Да ужасно. Их сюда запах крови привлек. Ищем дальше. Классический трупоед. Все, что приносит течение, попадает на эту вот мель. Да. Смрад ужас. Да, слышу, как мухи летают. Нет, давайте-ка мы все-таки наденем свой меч, потому что что-то всякое получение адреналина, увеличенный шанс модификата отрубить конечность как-то покруче будет, чем это. Но, в обязательном порядке сейчас мы сделаем вот-вот-вот это. То есть, у нас здесь есть яд повешенного и против трупоедов. Да, это вот то, что в обязательном порядке я хотел поставить. Что еще у нас здесь есть? Здесь какие-то следы. Только хлам, принесенный рекой. Продолжаем поиски. Окей, окей, я понял. Идем по следам. От одежды остались окровавленные клочки, но качество супноотменное. Значит, жертва была человеком состоящая. Опять. Третий раз уже. Кровь. Гвардейцы вытащили эти сети из воды и разрезали, чтобы достать тело. может просто убийца. Используя ведьмачу четвертый. Посмотрю, может они что-то упустили. В смысле, вон там внизу я понял, да. Ну вот это просто кувшин. Геральт, ныряй нормально. Что с тобой? Сапоги Боклеровского гвардейца. Еще какая-то одежда, да? Холст. Салфетка с монограммой ДЛК. А это уже что-то новое. Ломанное весло, всякая мелочь. Ой, слушайте, там что-то красный, по-моему, подгород. Монограммой ДЛК. Скорее всего принадлежал дворянину. Теперь нам скорее всего нам теперь скажут, кто такой дворянин. Ну, с монограммой ДЛК. Заметил что-нибудь интересное? Боюсь ничего. Ну, еще бы ты что-то заметил. Я бы удивился. Да, блин, вот что за квесты. Ух ты, смотрите. Кто-то в капюшоне, я так сразу и не заметил. Сдается мне у нас зрители. Удивлен. Местные еще своим внукам будут рассказывать про тот день, когда из сети вынулись Кромсены останки. В хорошем смысле и в плохом. И вот еще что. Под водой я нашел платок с монограммой ДЛК. Тебе это о чем-нибудь говорит? Делла Круа? Нет. Он стал жертвой бестии. Возможно. Ты хорошо его знал? Давным-давно мы были друзьями, но наши пути разошлись. Ты был человек крайностей. Если называл кого-то другом, то стоял за него стеной. А если врагом, то шел до конца. Ну, есть такие люди. И много у него было врагов? Достаточно. Да. Но что общего это имеет с бестией? Ты затронул чувствительную струну, Геральт. Воспоминания тех давних лет, которым я не хотел бы возвращаться. Тогда вернем же к этому позже. Пойдем на постоялый двор. Былка друга. Вскоре я тебя покину. Я должен явиться ко двору. Ведь ты только вернулся в Тусент. Рыцарь досточтимой княгиня не знает от быка. Я думал, что не успею приступить к своим обязанностям, но вернулся вовремя. К каким обязанностям? Я понимаю, значит, вот сейчас укорчму он нам поможет, а дальше мы будем сами. Саундтрек я гляжу новый. Занимательный довольно-таки. Когда смотришь тело, не забудь. Тебе еще надо предстать перед Анриетой. Анриетой? Досточтимой княгиней. Прости, я забыла. Между собой мы называем ее боем. Но только не при Пальмирине. Он обижается на такую ярость. Проходите! Сюда заглядывают купцы, спорщики подати и сплавщики. Нигде в Тусэнте не найдешь лучшие похлебки из рака. Отлично, надо попробовать. Ух ты, тут целая доска с объявлениями. Впрочем, в том тоже было. Ну и сейчас он скажет, что оставляет нас. паштет. Клянусь, честь, неужели повар как раз готовит паштет? Не иначе, господин Депейрак Пейран. Долго же мы вас не видели. Милости просим вас к столу и вашего товарища тоже. Но ответьте, почему я не чувствую запах похлебки из раков? Похлебки сегодня не будет, потому как раков нет. Вы может и не слышали еще, но я нашел сегодня в сетях мертвеца. О, да. Смотри, небо красное. Мы как раз по поводу этого мертвеца. Видите ли, человек, которого вы пригласили к столу, был призван сюда из чужеземных краев досточтимой княгиней, дабы выследить и убить местью. Мы пригласили к столу двоих, но поскольку господин Де Пиерак Пиеран темпераментом похож больше на зайца, чем на гончую, я так полагаю, что речь идет о другом госте. С кем имеем честь? Я. Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Должно быть мало общались еще с господином Де Пиерак пиратом. Довольно меня подначивать. Геральт мастер ведьмачьего цеха. И у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бести. Тело я обнаружил. Солнце только сходило, когда я по своему обычаю проснулся, сел на кровати, посмотрел в окно, гляжу, небо красное. спрашивай, геральт, не то мы тут до зимы останемся. Было ранее утро, ты пошел проверить сети, и что потом? Вышел я из хаты, гляжу, клянусь честью, где его добрый человек. Мы уже знаем, что ты нашел труп в сетях на рак. Че такое нетерпеливо, пусть расскажет свою историю. Кстати, вот у него лицо, борода просто классно прорисована вообще лицо прикольно. Ты хорошо рассмотрел останки? Я так перепугался, что побежал, что есть силы в город. Вернулся с гвардейцами, а они там мне велели держаться подальше. Долго ловили эти куски. Сети мне порезали, до того там все запуталось. Мне надо осмотреть тело. Знаешь, куда его забрали? Его перевезли на лодке на другой берег реки, потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в Корву-Бьянку, чтобы держать на холоде. Ты кто? Что? Корву-Бьянка это вотчина барона Росси. Если он узнает, что ему из винного погреба сделали мертвецкую, он собаками затравит. Пока вы были в Аминске, винодельня была продана с аукционом. Ух ты. Ты кто? Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка погоди, Геральт, а то у меня сейчас удар хватит. То есть как винодельня продана? Не может быть! Ну, ни для кого не секрет, что барон по уши увяз карточных долгах. Кредиторы в конце концов захотели вернуть свое. Княжеская канцелярия скупила все на корню. Чувак, у тебя перо на башке. Это норма? А я ведь говорил Росселю, что он доиграется. Сколько можно жить за прежние добрости? Кредиторы в конце концов сообразили, что обещание ничего не значит у нас будут новые карты для гвинта. Современные рыцари лишь бледные тени прежних героев. Не все. говорят говорят что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаев. Правду, правду. Значит говорят бестия это кара богов? Ну Геральту нужно профессиональный интерес. Прежде они были защитниками княжества теперь они превратились в крохоборов. Ну ка ну ка княгиня торгуют титулами и возводят достоинства грешников. Мы свернули с пути добродетеля. Укратили милость богов и боги наслали на нас кару. Не слушай этих бредней Геральт. Он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещуна. По правде сказать этих вещунов последнее время высыпало как у больного Чири. И все твердят то же самое. Кто открыл пропаганду? А что еще о бестии рассказывают? Кроме того, что это божья кара. Люди не так глупы. Они видят, что бестия убивает только в дни святых правителей. Это уже кое-что. Какая придирчивая. Благодарю за гостеприимство. Мне пора. Пойду осмотрю тело. Торва Бьянка недалеко отсюда. У турнирных полей. Просто не здоровья. Наверняка не заблудишься. Ты не поедешь со мной? И правда. Тебя же ждут какие-то обязанности. Какие-то? Еще до отъезда велен. Достопочтимая княжна оказала мне великую честь. И в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворце увидишь меня в зайце просто лопнешь со смехом. О да это очень важное здание. вымывает спросить в чем здесь дело но похоже это долгая запутанная история без сомнений уходящая корнями в давние традиции. Прощай мельтон но я думаю мы с тобой еще увидимся конечно же да конечно поэтому ты сел посидеть тут еще чуть-чуть ну-ка что-то можно было взять годфилд и рыцари тут на меня никто нападать не хочет неплохо путник так ну мы тут все подбираем я думаю нас ждет новое ой подождите это нужник ой фу-фу-фу фу-фу-фу а я там что-то подбираю так там еще какая-то княжинсия как Луис Альн Бьери стал Голиафом а это вот тот который очень веселый историй вот вот правильно говорит так рецепт похлебки из раков это уже неплохо ну-ка корчмар что скажешь я бы посоветовал нашу знаменитую рыбацкую похлебку но у нас как назло раки кончились ну я взял рецептик замени их рыбой какой-нибудь хоть бы и окунями заменить раков рыбой помилуйте а дальше что уксус вместо вина петрушка вместо тимьяна вы северяне хороший народ только в еде ни шиша не смыслите так гвинт спасибо я с тобой играть пока не хочу но посмотрим о чем люди толкуют ничего интересного о чем рыбаки говорят об одном норглинге который раков от окуней не отличает смешно давай-ка по делу да еще и в чужие дела лезер я разговоры клиентов не подслушиваю и уж точно того что слышу повторять не стану чувак прости просто спросил покажи свои товары ну-ка посмотрим во-первых наливка из мандрагоры покупаем во-вторых махакамский спирт покупаем а что это у нас вампиры покупаем 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 нильфгардская лимонная вот черт его знает чем еще из этого нужно тост из зелени ух ты как свиной как много здесь разной новой еды разработчики вы че с ума посходили вино делать паштеты заячать о подождите луковый суп я уж думал рыбный пирог пища 10 секунд восстанавливает риданская желудевая ну давайте купим кабернеша тодо конрад отлично хорошо спасибо и прощай спасибо бывай барт барт путник все теперь мне нужна та самая девушка к сожалению ее здесь нету посмотрим ребята может быть с вами можно что-нибудь поговорить гвардейцы ну гвардейцы выглядят по-обычному ничего такого ну и мы предоставлены уже сами себе то есть вот так вот никто нас похищать не будет оттаскивать в другие королевства ставить какие-то знаки на лицо нет хотя мы может быть еще к главному не дошли итак сезон охоты открыт решением главного ловчего товарищество охотников поручает организовать отстрелы лесного зверя охотники получают чедрозные за уши отстрелянных волков медведи которые расплодились по всей территории отлично разыскивается белый волк ведьмак геральт из ривии прозванный белым волком разыскивается для работы проводником заказчик обещает высокую ставку за небольшой заказ подробности во временном походном лагере графа Беледаля внимание убедительна просьба прочим лицам не являться в указанное место и перестать выдавать себе за геральта из ривии граф Беледаль не вчера родился и хорошо знает кто это ведьмак а кто шельма ничтожная а темную личность является в лагере в разных одеждах из деревянного меча не просим наконец успокоиться так 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 это может быть интересно объявление княжеского камерленьо странствующие рыцари и прочие силачи княжество призывает вас на помощь вас ждет чедрая награда подробную информацию можно получить в председательстве камерленьо на площади спящих рыцарей я думаю надо будет заглянуть это выглядит интересно объявление генеральского казначейства княжества тусен генеральное казначейство объявляет устные торги по продаже недвижимости включая постройки сельскохозяйственных культур так страстующим рыцарям и прочим подобным объявляется всем и каждому о том что необходима будет помощь в добровольных силах и охраны порядки при передаче означенной недвижимости нам владельцу могут незначительные трудности избавления от которых возможно исключительно с помощью средств Предоставленного принуждения Непосредственного принуждения Какой заговористый язык Да Большой турнир по игре в Гвинт Граф Монье имеет честь объявить Начало турнира по игре в Гвинт Желающие должны нести свою кандидатуру На участие В позадавии Напоминаем, что на этом турнире Используется новая масть, которую разработал Сам граф Монье Ух ты Заказ для ведьмака-ведьмаков Сопровождение каравана Баклерская гильдия Бандарей ищет человека Или людей Сопровождение караван-торговцев по земле Белого ужаса Так, ну отлично, хорошо В принципе очень В принципе заданий много Но пока что Обновление задания Когда одно из заданий обновится С левой стороны экрана Появится Спасибо Игра Мы не в первый раз родились Вопрос в том, что мы сейчас управляемся в Корва Бьянка Именно по основному заданию Потому что именно это нам нужно Нифига себе сколько странствующих хрицарей Нифига себе у вас броня Латвичка Большой турнир в Боклере Поигрывая в Гвинт Окей, этим мы займемся В Гвинт Не знаю, может быть даже не на запись А так просто Там что-то происходит Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом Ух ты, лошадь убегает Ну Уже всех убили Что такое, чувак Блин Ам Да как так? Фига себе Сломанные ребра Кровь из ушей Приличный ему достаток Чего это за хрень? Сотрите у него все распорото Горло разорвано укусом Стройной челюсти Как у человека Он смотрите Убивал вампир Но не Тима и не Флэдер Это должно быть Брукса Брукса Одним ударом Брукса Брукса Что он здесь делает? Чего за херня? Ох Плащ женщины Которую я видел На постоялом дворе Она 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 ведьмак Так Где у нас тут бестиарий? Рюкзак Алхимия Довы до стола Ремесло Книги Персонажи Обучение Колода Для игры В Гивин Спасибо Альтернативный Так Комплект Нелюгарских Доспехов Новая игра Плюс Давайте сейчас Быстренько Это все Посмотрим Потому что Что-то я это Раньше Смотрел Может быть Именно это Снимет С нас Вот эти вот Штуки Которые нам Постоянно Говорят Так Бестиарий Бестия Из Боклера Что нам Поможет Отличное Название Прямо А вот Брукса Йорден Черная Кровь Масло Против Вампиров Лунная Бомба Если все же Тебе придется Путешествовать По лесу Остерегай Семь из Где во множество Слышны Три или птица Зазначают они Что ты вступаешь На землю Бруксы И вскоре Простишься С жизни К счастью Для всех Бруксы Крайне редкие Создания Многие Из них Живут Вдалеке От любых Местей Бояти Чудовища Очень заботятся О собственной Безопасности И выбирают Для логово Смотрите Как женщина Места Где их Трудно Застать Врасплох Бруксы Молниеносно Перемещаются С места На место Атакуют Остерегая Когтями Легко Прорывают Оборону Противника С правил Градом Ударов С разных Сторон Хлопивая Жертву Они Пытаются Укусить Чтобы Высасать Из нее Кровь Ну Насчет Лунной Пыли Не уверен Но Черную Кровь Давайте Примем Сколько Она Здесь Тут 45 Секунд Здесь Этого Будет Достаточно Подвале Рана От когтей Пять пальцев Рука Похоже Небольшая Убийца С легкостью Перевернул Телегу Речной Ил На этой Полоске Привезли Телегу Понятно Значит Тело Там Внутри А зачем Туда Идет Это Брукс Маленьких Босых Ног Ведут В подвал Маленьких Свернул Шею Когда Падал С лестницы Женские Блин Ты тоже Сдох Прям Передо Мной Так Ну Давайте Сразу Туда Блин Брукса Черная Кровь У меня Заканчивается Давай Быстрее Ладно Или На Бород Пожалуйста Уже Какой-то Хоррор Бедняга Неужели Это Женщина Нужны Недюжинные Силы Чтобы Ее Выломали С помощью Того Чувака Так Здесь У нас Ничего Ладно Идем Продолжаем Идти По следу Ног Неужели Она Ест То Существо Ну Вряд Ли Это Какие Непрестойности А как же Я знаю Кто Ты Но Не знаю Зачем Ты Убила Этих Людей Дело Ведь Не в Жажде Они Ж Прячутся В Описании Сказано Колечко Симпатичная Мордашка Нам Необязательно Траться Да Почему Ж Ты Убила До Хернища Охранников Геральт Черная Кровь Убежала Я не могу Отпустить Тебя О Боже Мой Слышите Эту музыку А Прикольная Так Вампиры Проклятые Призраки Звери Реликты Угры Дракониды Вампиры Дублируем Черную кровь Интересно сможем? Гром Выпить Нет Не можем Ну Я не был К этому Давай Давай Брукс Че ты Че ты Почему Не могу Нанести Урон Тяжелый Битв Никаких Не тут Ай 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 Это Блин Оружие Ломается Ну На самом Деле У У У У Миг Кровь Черная Кровь Должна Быть Невкусно Почему Она Не Поджигается Ни Яда Ни Поджигание Ничего Нет Нег блин чуть-чуть давай давай укуси меня давай бедняга блин ну я думал я думал у нас не что-то получится и горит такая прикольно большой синий мутаген у нас даже уже большие мутагена раздается так чаще хотел у меня же есть вот здесь вот один красный мутаген который небольшой при этом мне дали с гиганта его большой поэтому вот так отлично плюс совсем малую часть но все-таки плюс дамаг блин брукса я думал у нас твой будет романтическая сюжетная линия ты оказывается оказалась простым хоть и необычно простым вампиром она смотрела его руку на которой было кольцо ну за что кто церемониальная ну давайте начнем с того что смотрела она как такое может быть что она все еще теплая из нее течет кровь некоторые виды существ склонны к генерации двигаются столько времени оставалось жива позже изучу ткани повнимательнее может что-нибудь узнаю геральт и просто в карман положил фу какая картость странная отрубленная рука действительно странная тело разрубили на куски уже после смерти удары наносились большой силой на кости рассечены не перебиты у существа которое его убило длинные когти острые как ведьмачьи мечи сперва она пробила ими сердце жертвы его убила не брукса но уже кое-что он долго лежал в воде голова распухла на ней видно несколько укусов 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 у него в водке что то есть рак набитые монетами мельфгардские флоры из разных провинций если это сделал убийца то мы имеем дело с разумным монстром так ну вроде бы все больше нам нечего смотреть подведем итоги убийца скорее всего чудовище не брукса тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью и какому существу принадлежит кисть тому кто послал за ней брукса долго сохраняет тепло и зачем в нотку убитому сунули кошелек хотела изрубили много вопросов и мало ответов надо разузнать о предыдущих жертвах попрошу польмерина доставить меня к книге у ребята давайте на этом закончим я все-таки планирую я тут подумал пока проходил что это действительно жутко интересно я хочу сделать на это полное прохождение в отместку того что я не делал полного прохождения по ведьмаку но извините делать с чем-то серии по часу каждую это и 5 просто сколько можно было играть ведьмака в это дополнение я в любом случае буду играть сейчас она у меня приоритетно и мне очень интересно не выиграть буду выкладывать серии по нему поэтому час мы сейчас с вами всем этим позанимались книги не пойдем уже в следующей серии ну точнее я пойду прямо сейчас а потом уже сразу залью несколько серий по нему к третьему ладно всем спасибо за просмотр увидимся буквально уже скоро в следующей серии прохождение ведьмак 3 кровь и вино